Первый международный Каспийский цифровой форум прошел в этом году в Дагестане. Эта площадка привлекла внимание IT-сообщества к нашему региону. Позволила обсудить несколько ключевых направлений в развитии транспортного коридора Север-Юг, а также достигнуть определенных договоренностей. В частности, в регионе появится крупный центр обработки данных. Проекты, представленные по итогам работы в группах, оценили министр цифры России и глава Дагестана. Каждая группа хорошо поработала и в каждой презентации были интересные идеи, актуальные проблемы были поставлены. Все четыре группы на самом деле представили проекты, которые интересны сегодня для Дагестана. Два наиболее близки нам – это умный порт. Его можно применить не только к порту, но и к всем сегментам развития транспортно-логистического коридора Север-Юг. В Махачкале запустили работу нового цифрового МФЦ. Его презентовали председателю правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову. Это своего рода центр оперативного обучения цифровой грамотности населения. С помощью портала госуслуги дагестанцы могут получить 82 массовые социально значимые услуги. Кроме того, на базе МФЦ Дагестана может появиться лицензированный центр подготовки специалистов для отраслей экономики. В Дагестане в 2023 году было зафиксировано 1440 доз атак на государственные информационные ресурсы. Это на 62,5% больше, чем в 2022 году. Практически все атаки были заблокированы. В основном поступали они из недружественных стран, таких как США, Украина, Германия, Румыния, Испания. Проект устранения цифрового неравенства помогает создать на всей территории Дагестана устойчивую связь. Так, в более чем 70 селах уже установлены базовые станции. Нужно в администрации, в больницах, оно нужно у нас. 28 сел вошли в программу на 2024 год. Это села в том числе в Дахадаевском районе, в Цумадинском, в Ахтынском и в других. Свой выбор на платформе госуслуги сделали более 2700 жителей региона. В этом году жители республики голосовали активнее. В прошлом году было порядка 1600, в этом году более 2700 голосов было подано. Кроме того, проведен высокоскоростной интернет в школы, ФАП и администрации районов всего 3144 социально значимых объекта. Мировым судьям также помогают перевести все процессы в цифровой формат. В этом году на острове Чечень восстановили доступ к интернету. Поврежденный волоконный оптический кабель, который был проложен по дну пролива, заменили на новый, усиленный с защитой. Теперь местные школы и ФАП получили доступ к интернету. В регионе разрабатываются и внедряются принципы клиентоцентричности. Организована служба оперативной помощи гражданам 122. Так, сотрудники колл-центра отвечают на вопросы по мобилизации, контрактной службе, социальной поддержки в кризисных ситуациях и текущих проблемах. Горячая линия организована по поручению Сергея Меликова. В 2023 году Минцифры Дагестана совместно с ОНО «Цифровая экономика» провели цифровую прокачку региона по двум отраслям – государственное управление и транспорт. В Дагестане регулярно проводятся уроки цифры, где школьникам помогают разобраться в принципах работы искусственного интеллекта, учат защищать личные данные в социальных сетях и мессенджерах и многому другому. В этом самое ценное, что надо быть готовым к изменениям, которые у нас происходят. Эти уроки направлены для того, чтобы популяризировать профессию IT-специалиста, которая необходима для того, чтобы правильно проводить и подготовить кадры для того, чтобы провести цифровую трансформацию в области всех отраслей экономики. В этом году Минцифры Дагестана запустило приложение «Наш Расул». Приурочено оно к вековому юбилею поэта. В приложении собрана информация Тарасули Гамзатове. Пользователи также могут совершить виртуальную экскурсию в музеи и узнать об актуальных культурных мероприятиях. Таковы краткие итоги 2023 года в работе Министерства цифрового развития Дагестана. До 2030 года планируется достичь цифровой зрелости в здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, общественном транспорте и государственном управлении. 95% обращений за госуслугами через единый портал. 97% домохозяйств должны быть обеспечены доступом к интернету. В четыре раза увеличить вложения в отечественные IT-решения.